Путин приедет к Трампу на поклон, Светлана Гудкова Обозреватель, Украина 13 апреля 2018 года Отношения между Америкой и Россией дружескими, мягко говоря, никогда не считались Озвучивались прогнозы, что это изменится после выборов президента в 2016, когда РФ сделала ставку на республиканского кандидата Дональда Трампа Он победил, а в Российской Госдуме открывали шампанское Прошло чуть больше года, и ситуация между двумя ядерными державами накалилась до предела Президент РФ Владимир Путин не устает брицать новыми разработками сверхмощного оружия перед США В то время, как Трамп утопил Россию в санкциях и высылает их дипломатов из страны В мире стали поговорить о новой холодной войне Какая же связь существует между Трампом и Путиным? О чем будут разговаривать президенты на встрече в Белом доме? И чем закончится военное, дипломатическое и политическое обострение между странами? Обозреватель узнавал у капитана первого ранга военно-морских сил США Экс-начальника штаба военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табаха Обозреватель, в недавнем разговоре президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным Речь шла о гонке вооружений между странами После этого сам Трамп заявил, что Россия ее проиграет Если, конечно, решится ее начать Можно ли это расценивать как начало новой холодной или какой-либо другой войны? Гарри Табах Мне кажется, гонка вооружений уже началась Трамп человек прагматичный, потому все, что он говорит, потом сбывается А вообще, надо меньше слушать то, что говорят советники президента Особенно о том, что его отговаривали от поздравлений Путина Потому что эти советники дают такие советы уже 30 лет И Обаме, и Клинтону и Бушу Но они не срабатывают Ибо все они начинали с Путиным на хорошей ночи Давая ему выход из ситуации А он с ними все равно плохо заканчивал Видишь ли, все плохие, кроме него К тому же, мы не знаем, что Трамп сказал в поздравлении Путину А ведь он саркастический человек Как, каким тоном он ему это сказал? В дипломатии это очень важно Он мог сказать Знаешь, Володя, я тебя поздравляю Ты там выиграл Я так переживал Как на своих выборах Никто не думал, не гадал И ты тоже так Поздравляю Он мог его подколоть таким образом Сказав то же время Я подписал самый большой в истории в военном плане бюджет И это благодаря твоему мультику В котором ты пригрозил разбомбить Майами И самое интересное, что так и получилось Наш бюджет то вырос А когда Путин говорит, что у него будет и такое, и всякое оружие А бюджет для вооруженных сил у РФ понизился И экономика хуже стала Это нонсенс Так не бывает Если он сделает это Россия очень быстро разорится Она сейчас и так в очень плохой ситуации Поэтому, мне кажется, Трамп сказал Слушай, я буду как царь Соломон Дам тебе выход из этого угла В который ты себя загнал Ты ведь понимаешь Что началась стратегическая изоляция России А это очень опасно Более того Началась холодная война И опускается железный занавес Но в этот раз уже Запад Изолирует себя от России От Советского Союза Путин понимает Что он в опасности Поэтому он решил послушаться совета Трампа и встретиться с ним Но опять же Сейчас говорят Что не надо Трампу с ним встречаться Не надо приглашать к себе домой Но мне кажется Что это все наиграно нашими левыми и пророссийскими силами Внутренней пропагандой России Ведь обычно в таких ситуациях встречаются на нейтральных территориях Как Риган с Горбачевым встретились в Исландии Но сейчас Трамп приглашает Путина в Белый дом Это когда полковник лейтенанта приглашает зайти в кабинет Или директор Пятиклассника Ты понимаешь Что он не будет тебя хвалить и дарить подарки Наоборот отчитает А еще тебе вставят клизму в 40 литров И ты ее будешь держать пока не исправишься Считайте Что Трамп приглашает Путина в США Чтобы вставить клизму Как вы это назвали Не думаю Что когда он приедет Трамп прижмет его к груди и скажет Молодец Володя Денег нет Но ты держись Я думаю Что он ему объяснит разницу между проституцией и героизмом Он приглашает его для того Чтобы Как говорят в армии Устроить групповое само изнасилование Орда никогда не ездит к князю Князь всегда едет в Орду с поклоном Поэтому с дипломатической точки зрения Если Путин примет это предложение и приедет в Вашингтон Это будет так Что князь приедет с поклоном в Орду И ничего хорошего ему там не скажут Отшлепают и отправят обратно с пожеланием Чтобы вел себя хорошо и не бунтовал Поэтому у нас вот такая холодная война Трамп просто говорит Володя Я тебе даю еще один шанс выйти из угла В который ты сам себя загнал Что получается Трамп вроде как поздравил Путина Они поговорили по телефону И моментально разошлись После этого Трамп сразу подписал огромный военный бюджет Поставил министром иностранных дел ястреба из СРУ Кстати, тоже интересная вещь Он меняет дипломатов на военных А военных на дипломатов И таким образом сделал советником по национальной безопасности Болтона Который очень критически относится к России Но в то же время Сразу на 2-3 позиции в государстве Обычно занимаемыми дипломатами Он поставил пророссийских ястребов Сразу после приглашения Путину приехать в США Когда Трампа избрали В России был едва ли не праздник Все радовались и рассчитывали Что он будет за них Будет поддерживать политику Путина Но оказалось Что все не так Хотя с другой стороны Некоторые эксперты говорят Что он огибает какие-то моменты Не говорит прямо Какие Каких-то конкретных резких высказываний касаемо Путина нет Но намеки Более чем прозрачные Особенно Что касается связи американского и российского президентов Однако хотелось бы понять Почему Россия считала Что Трамп будет ее поддерживать А в итоге этого не случилось И все Что реально показывают на этих левых пророссийских передачах Ненависть к Трампу и готовность пойти на что угодно Чтобы его очернить Проститутки писают на постель Сговора со шпионами В общем черте что Трамп действует так Как и говорил Для него Америка на первом месте И он строго придерживается этой линии Более того У него получается И это злит Россию Потому что она не хотела Трампа Она и Клинтон не хотела И не хотела Клинтон Россия хочет только одного человека Путина Там считают Что это единственный человек Который может управлять страной и миром Почему Россия выступала как бы за Трампа Не потому что Трамп должен был быть к ней дружелюбным А потому что они верили в то во что верили наши левые социалисты Что Трамп клоун Что Трамп Это Жириновский И что если он будет президентом То Америке придет конец Он ее прикончит Что Америка расколется Она ничего не сможет сделать И в итоге рассорится с Европой Со всеми И уже тогда бы Россия стала великой державой И никто ее уже не смог бы остановить Разве что Китай Но с Пекином они договорились бы Там ведь такой же диктатор сидит Но в Москве очень быстро поняли Что Трамп Наш да Трамп Чему оказался очень маленький промежуток Никаких пророссийских чувств у Трампа нет Он прагматик Он стратег Он понимает Что с Россией ему придется договариваться Это огромная ядерная держава Которая ведет себя Как Германия в 1936 году Даже в 1938 И так же он понимает Что с ними придется говорить жестко Поэтому на публике он не загоняет Путина в угол Но мне кажется Что с глаза на глаз он будет с ним говорить жестко Что может поменяться после их разговора Если таковой состоится Мне кажется Ничего не поменяется Потому что Путин отравлен властью Он сильно болен и ведет себя Как обыкновенный диктатор Будь то Сталин Будь то Гитлер Будь то Майдзедун Такой себе диктатор 21 века И в дальнейшем он все больше и больше будет насиловать собственный народ Потому что деньги будут кончаться А изоляция Нарастать И вся надежда будет на то Что российский народ проснется и начнет действовать Но мне лично кажется Что он не проснется Раньше я думал Что украинцы и россияне Это один народ Что разницы между ними нет Пока не случился Майдан Тогда я стал понимать Что разница огромная И состоит она в том Что украинцы не знают Кто у них будет следующим президентом А это очень важно Хоть им так и не кажется Однако именно так обстоят дела во всем цивилизованном мире На Украине Когда побили студентов на Майдане Съехался миллион народа со всей страны В Сирии Когда полицейские побили детей Война началась А в России отравили детей на помойках Погибли дети на пожаре Просто побуянили локально и забыли про это Поэтому у меня прогнозы для России не очень хорошие Она будет изолирована Будет как Северная Корея Как Иран Будет все больше и больше санкций Северная Корея Северная Корея